С основными событиями дня мои коллеги и я, Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Землетрясение в Турции. Более тысячи погибших и сотни разрушенных домов. Между тем пора вспомнить, что и Дагестан – регион с повышенной сейсмоопасностью. Пять человек погибли, 31 с травмами. За минувшую неделю на дорогах республики произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. Развитие производства мяса и молочной продукции в приоритете работы Минсельхоза. Смотрите наш сюжет из Бабаютовского района. Уверенный старт. На международном турнире по боксу в Марокко в свои первые поединки выиграли воспитанники дагестанской школы бокса. На юге-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Пострадали 10 провинций. Разрушены сотни домов. Уже известно как минимум о тысяче погибших и более пяти тысяч пострадавших. Однако число жертв неуклонно растет. В стране объявлено чрезвычайное положение. Власти Турции сообщают, что готовы принять международную помощь. Подземные толчки ощущались также и в соседних государствах. На Кипре, в Ливане и Сирии. Дагестан, как известно, тоже регион сейсмически активный, отнесенный к девятибальной зоне. И забывать об этом нельзя. О том, насколько актуальна проблема для республики, мы поговорили с главным научным сотрудником Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Василием Черкашиным. «Земная кора – это, если так образно сказать, живой организм. И горообразование, и тектонические движения приводят к сейсмическим событиям, и от них никуда не деться. Если обратить внимание, в последнее время и у нас в Дагестане были сейсмические события, но до этого долго не было. Вот это нас настораживало. Поскольку вот это сейсмическое затишье влечет за собой, ну, как бы, так, мягко говоря, накопление энергии, которое потом может произойти с очень сильным сейсмическим событием. А когда происходят мелкие землетрясения, ну, там, с магнитудой 2, 3, там, 4, ну, сбрасывается энергия и не накапливается большая. И вот когда было затишье, мы, конечно, думали о том, что должно произойти, что и произошло буквально недавно. 5,7 вроде бы. Да. Ну, слава богу, магнитуда не такая, как в Турции, и не такая, как была в 70-м году, 14 мая. Но то, что предполагаются сейсмические большие события на территории Дагестана, мы про это писали не один раз и ставили в руководство республики, они это знают, и МЧС тоже самое. От этого никуда не деться. Идет горообразование, я уже говорил, и, естественно, происходят сейсмические события. Но те наблюдения, которые мы проводим, в том числе и Институт физики земли Российской академии наук, показывают, что идет миграция сейсмичности с Анатолийской платформы. Это гораздо с той территории, где сейчас произошло сейсмическое событие. Если начнет трясти, мало не покажется. По словам ученых, самую большую угрозу при землетрясении представляют многоэтажные дома, многие из которых построены без учета сейсмоопасности региона. Тут все связано с тем, что мы живем в сейсмически опасной зоне. Вообще весь Кавказ – это сейсмически опасная зона. Поэтому избежать событий невозможно. А самое главное – это нужно строить качественно. Мало того, тут еще не только то, что качественно – это самое главное, но самое главное – это еще другое. Ведь когда проектируют здание, нужно знать состав и свойства грунтов. То есть проводить геофизические, геологические изыскания, на чем вы строите. И потом уже закладывать в строящийся дом те параметры, которые предполагают, какое сейсмическое событие может произойти на данной территории. И тогда будет все в порядке. Кроме этого, есть огромное количество приспособлений строить в сейсмоопасных зонах дома, которые практически невозможно разрушить. То есть там существуют всякие механизмы, демпферы, скользящие платформы. Это много вариантов, но это дорого. Я не знаю, что дороже – дом или жизнь человека. Но мне кажется, жизнь человека дороже. И нам нужно стремиться к тому, что строители, в общем-то, закладывали вновь строящиеся дома такие конструкции, которые позволяют выдержать сейсмические события, которые предполагаются быть на территории Дагестана. Мы видим, конечно, что происходит и видим такие нарушения, что, в общем-то, я вообще удивляюсь, почему люди покупают в этих домах квартиры. Ну, наверное, у них свои взгляды на эту ситуацию. Но, конечно, нужно все проверять и уточнять. Дело в том, что надо, конечно, провести сейсморониру города Махачкалы, потому что уже более 35 лет сейсморонира не проводилась. Землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии, уже называют одним из самых разрушительных бедствий в истории региона. Муфтия Дагестана в официальном обращении выразила слова соболезнования турецкому народу. От лица всех мусульман республики выражаем мы искренние соболезнования родным и близким пострадавших от землетрясения. В этот трагический день мы все скорбим вместе с народами Турции и Сирии. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Огромного терпения всем, кого коснулась эта беда, говорится в тексте. В минувшие выходные новостные ленты республики в очередной раз заполнили сводки о ДТП. Воскресным утром 5 февраля на автодороге Астрахань-Махачкала в Баваюртовском районе 33-летняя жительница Махачкалы за рулем автомобиля «Лада Гранта», не справившись с управлением, опрокинулась в кювет, и в результате чего водитель и ее 7-летняя дочь скончались на месте. Еще две аварии произошли и в самой Махачкале, в одной из которых легковой автомобиль опрокинулся после столкновения с пассажирской «Газелью». Всего за минувшую неделю на дорогах республики было зарегистрировано 25 ДТП. Погибли 5 человек и еще 31 получили различные трапмы. 50 тонн гуманитарной помощи, квадрокоптеры, теплые вещи и автомобили «УАЗ». Все это было доставлено бойцам, принимающим участие в специальной военной операции представительной делегации мэрии Махачкалы. По словам градоначальника Резвана Газимагомедова, большое участие в сборе приняли и неравнодушные жители столицы республики. Груз был передан военным в городе Бердянске. Товарищ командир, от Махачкалы, от наших земляков для поддержания и гуманитарная помощь, продукты, питание, одежда, амуниция. Но это оборудование вам очень пригодится. Мы знаем, что вы на передовой намного ближе, чем все остальные. Поэтому наша поддержка всегда будет. Все, что нужно, вы не стесняетесь. Махачкалинцы Дагестан себя поддержат. От Сергея Алимовича вам большой привет и его поддержка. И все, что надо, мы для ваших родных, семей, детей, жен, все будет там сделано. Они пускай обращаются. А не так мы стараемся, каждого из них. Но надеемся, что вы еще больше скажете, что мы рядом с вами. Разведение буйволов, увеличение производства молока и мяса. Эти и другие вопросы обсудили во время рабочей поездки в Баюртовский район чиновники правительства. Здесь делегация посетила местные сельскохозяйственные предприятия. Все подробности в сюжете по тематам Ханаповой. Буйволами Дагестан не славился, но это было лишь до недавних пор. Их в республике уже разводят в промышленных масштабах. Единственное в регионе профильное предприятие находится в Баюртовском районе. Благодаря кооперативу такие животные для республики уже не в диковинку. Климат, говорят специалисты, здесь идеальный для разведения буйвола. В руководство намерено заняться переработкой молока, а помещение уже построено. Мы знаем буйволенное мясо, какого качества буйволенное молоко, какого качества. Проблем с реализацией у них нет. Есть проблемы с господдержкой, есть проблемы с получением статуса племенного хозяйства. Но коллеги из минсельхоза, коллеги из ветеринарии работают над этими проблемами. Если взять моцарелла, там роги и другие продукты есть, которые от именно буйволенного молока, которые производят, и они отличаются качеством от других. Важным пунктом посещения правительственной делегации стало предприятие по переработке молока. Здесь производят творог, сметану, сыр и масло. Сырё приобретается у местных хозяйства. Готовая продукция реализуется по всей республике и даже за её пределы. Неплохое хозяйство в плане санитарных норм, в плане выполнения законодательства, норм законов наших. И с реализацией у них таких больших проблем, со слов руководителя, нет. Слово Бабуевтовском районе – это перспективный район в плане развития сельского хозяйства. Здесь и территория, и земля, и орошение позволяет развивать и животноводство, и растеневодство. Хорошие показатели в районе и по мясной отрасли. В частности, в одном из хозяйств применяют уникальную систему. Смысл в том, что новорождённые телята до определённого возраста содержатся в загонах, которые подсвечиваются инфракрасными лампами. Это значительно снижает риск возникновения различных заболеваний. Видим, что ферма на очень достойном уровне организована. Здесь находится где-то более 150 голов кашлинской породы, сементальской породы. И сегодня мы всё это смотрели. И впечатление очень хорошее. Более трёх тонн удови молока ежедневно. И поэтому хозяйство развивается. Со стороны Министеринфореза республики оказываются сельские поддержки данному проекту. И мы также будем, вот таким хозяйством будем оказывать поддержку. В хозяйстве функционирует откомочный цех, имеется собственная сельхозтехника и кормовая база. Вскоре предприятие превратится в высокотехнологичный мясомолочный комплекс на 170 голов. А в больницах увеличит мощность до 10 голов в сутки. Дальше ещё хотим сделать, развиваться ещё дальше. Пока что неплохо. Нормально идёт. Прибыл тоже есть. Все эти предприятия так или иначе получают поддержку по линии Министерства сельского хозяйства республики. Руководство аграрного ведомства намерено и в дальнейшем выделять средства в рамках господдержки. Патимат Ханапова, Деут Гасанов, Новости ННТ, Бабайуртовский район. Вечер доброй газеты «Ассалам» прошёл в Южно-Сухокумске. Представители муфтията говорили о духовно-нравственных и семейных ценностях и о воспитании молодого поколения. Также на мероприятии была отмечена особая роль «Ассалама» в сфере распространения знаний и её важность для всего общества. В завершение вечера особо отличившихся работников просветительского издания наградили благодарственными письмами. А для подписчиков газеты разыграли путёвку на Умра и другие ценные призы. И о спорте. Дагестанские боксёры стартовали с победы на международном турнире в Марокко. Во соревнованиях в городе Маракеш свои первые поединки выиграли Муслим Гаджи Магомедов и Шарапудин Атаев. Первый финалист Олимпиады в Токио досрочно одолел египтянина Махмуда Эль Салемани. Бой весовой категории до 92 кг завершился техническим нокаутом во втором раунде. А Шарапудин Атаев единогласным решением взял верх над представителем Иордании. В полуфинале наших спортсменов ждут соперники из Кубы и Бразилии. Имена победителей турнира станут известны 10 февраля. Дагестанские бойцы показали лучший результат на чемпионате России по смешанным боевым искусствам «Ориентал». На турнире в Москве наша команда под руководством Бодови Гасанова завоевала 30 медалей. Из них 27 – это награды высшего достоинства. По этому показателю сборная республики опередила команды Санкт-Петербурга и Ростовской области. Победители чемпионата России выступят на Кубке мира, который пройдет в начале мая в Стамбуле. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова